Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире Открытая кухня. Поздравляю всех с наступившим 2020 годом. Желаю, конечно же, чтобы все сбылось. Первую передачу после праздников мы начинаем с чаевых. Та тема, которая у нас звучит также в анонсе. Сегодня будем разбираться сколько оставлять, зачем оставлять, за что вообще их оставляют с девушками, которые у нас в виде экспертов. Девушки, которые в профессии уже очень давно узнаем сегодня, сколько конкретно, Карина Худалей и Оксана Заяц. Добрый вечер. Добрый вечер. Так что, если у наших радиослушателей сегодня будут вопросы про обслуживание и как правильно оставлять, как не обидеть сотрудника, обязательно задавайте, да и вообще подискутируем на эту тему, потому что по опыту могу сказать, что в Фейсбуке всегда это холиварный вопрос. Оставлять, не оставлять, за что. Об этом чуть позже. Давайте с вами познакомимся поближе. Можете выбрать, кто первый. Карина. Карина. Да, меня зовут Карина, и я в профессии уже практически 9 лет. Работаю барменом, начинала как помощник бармена, работала в разных заведениях, вообще с разными форматами и с разными людьми. Поэтому я знаю все это очень-очень хорошо изнутри и на себе. Спасибо. Оксана. Я работаю около... У меня не такой опыт, как у вас. Я работаю 4 года, но я вот прям как только стала там подростком, сразу начала работать везде, и поэтому, возможно, это как-то повлияло на мою психику, работа с людьми, потому что... С расстойчивость. Да, сейчас я очень восприимчива ко всему, ко всей критике, и я думаю, что это пошло только на пользу, работа с людьми. Что самое сложное для вас в этой профессии, как вы думаете? В моем случае самое сложное в этой профессии это найти общий язык с начальством. А если мы говорим в отношениях вы и гость, если не про внутренние истории в команде или с начальством? Да, то с гостями обычно не сложно. Ты всегда можешь понять, что происходит с человеком. Ты видишь, что вот он заходит, что он нервный, что там... Или у человека, наоборот, в хорошем настроении. Ты всегда можешь поймать это настроение. Это вообще не проблема. Единственное бывает, что когда человек уже настроен, изначально настроен, поссорится с кем-то, тогда это очень сложно. Бывает. Это прям невозможно сложно, и ты пытаешься как-то наладить отношения с человеком, пытаешься ему улыбнуться и сказать, ну не переживайте, мы сейчас все что-нибудь придумаем, мы что-нибудь исправим, сейчас все будет окей. Если что, мы там сделаем вам скидку, мы вам улыбнемся, поможем, сделаем какой-то комплимент. Ему это не надо. Он пришел исключительно поссориться. Вот это самое трудное. Все остальное ерунда. Для вас, Аксен? У меня, наверное, та же самая история. То есть я очень... Я такой человек, я сразу вижу, ну, человека, какой он есть. И то есть всегда пытаюсь с человеком общаться, как будто он мне близкий друг. То есть пытаюсь найти к нему какой-то личный подход, там, пошутить, чтобы человек всегда улыбался. И потом, уйдя из ресторана, он всегда был в хорошем настроении. И то есть у меня это чаще всего получается. И вот та же самая история абсолютно, что если человек изначально не настроен на положительный какой-то контакт, то это бессмысленно. Ты можешь извиваться как хочешь, но какого-то фидбэка положительного ты все равно не получишь. То есть, ну, в 90% случаев. Бывает, когда это получается как-то все-таки сгладить. И бывали часто случаи, когда приходили люди, которые, ну, прям, ну, серьезно, мои коллеги говорили, мы не будем обслуживать. Ну, типа, мы не можем, давай ты. Я подходила, и человек, ну, изначально мне говорил, что все здесь не нравится, все ужасно, еда отвратительная. И я как-то, не знаю, находила с ним общий язык, и я делала вид, что мне как бы тоже ничего не нравится. И в итоге мы с ним на этом как-то вывозили. И он, в итоге, этот человек возвращался еще несколько раз и говорил, вот можно мне эту девушку, потому что, ну, наверное, понял, что как бы я могу быть с ним на одной волне. То есть, ну, это реально очень редко бывает, когда человек, который изначально настроен против, получается как-то переманить на свою сторону. А что вы конкретно говорили вот в такой ситуации? Ну, в смысле, мне тоже здесь не нравится или как? Нет, не так. То есть, я это все в более такой шуточной форме преподношу. То есть, он, допустим, сидит и говорит, ну, допустим, почему у вас ничего нормального нету? Я говорю... Нормального. Ну, я не знаю, если бы я готовила, я бы вам тут такого наготовила. Ну, то есть, в шутку все максимально, да. То есть, если я вижу, что человек настроен плохо... Хорошо, я пошучу. Ну, если ему моя шутка не зайдет, он останется злым, каким и был до. Ну, да. Если все-таки это как-то сработает, и я смогу затронуть его сердце, то все будет хорошо, и мы пойдем с ним на какое-то примирение, так скажем. Классно, классно. Не, ну, так и надо делать, подстраиваться, максимально чувствовать, потому что я всегда говорю, что официант, это не просто официант, это и сейлс-менеджер, и психолог, и маркетолог, и ивент-менеджер, это все вместе. Ну, то есть, это связующее звено между кухней, да, и залом, без этого никак. Что самое любимое? Вот почему вы в этой профессии уже 9,4 года, что заставляет вас оставаться, помимо там финансовой составляющей? В моем случае это люди, потому что я обожаю знакомиться с новыми людьми, это невероятно классно. Просто одна из историй, да, я со своей лучшей подругой познакомилась в баре, так получилось, ей очень нравилось, моя кровавая мэрия. Она просто, ей очень она нравилась, она приходила исключительно за ней. А еще же я познакомилась в баре со своим уже близким другом, он из Нижнего Новгорода, и он психиатр по образованию. Мы очень хорошие друзья, мы очень плотно общаемся, да и вообще коллектив, новые коллеги, это новые истории, новые посетители, это тоже новые истории, это всегда очень занимательно, это всегда очень поучительно. и иногда клиенты и гости могут рассказать тебе то, что ты вряд ли когда-нибудь найдешь в энциклопедии. Какие-то, они могут подвыпить и начать тебе рассказывать свой жизненный опыт, о том, о чем они писали диссертацию, на какую тему, да, если это какой-то медик, он тебе расскажет о каких, какие трудности там в твоей стране, касаемо медицины, да, если он из-за границы, или еще что-то в этом роде. И у меня таких историй просто можно целый шкаф собрать, если их записать. Это самое-самое-самое-самое любимое. Классно, Оксана? Ну, то же самое, то же самое. Я также, наверное, как Карина, очень люблю людей и смотреть за ними со стороны, возможно, в некоторые моменты, когда ты стоишь за баром, они сидят там ужинают, и просто, ну, вот эта психология у людей наблюдать, как кто в каких ситуациях себя ведет, общаться с ними напрямую, то есть, опять-таки, из разных стран люди узнавать, как они вот к чему-то относятся, мы к чему-то по-другому, что у них принято, что у нас принято. И то есть, я не знаю, я увольнялась каждый раз и думала, я больше туда не вернусь, потому что каждый раз, ну, это был просто какой-то переломный момент. Да, бывает, перегораешь, например. Да, перегораешь, я думаю, все, больше никогда туда не вернусь. И все равно каждый раз, когда я ищу вакансии, я ищу именно официанта, потому что я прям, ну, не знаю, кайфую, потому что, конечно, попадаются вот случаи, о которых мы говорили, люди, которые не настроены, но чаще всего приходят люди абсолютно такие же позитивно настроенные, как и ты, и вы просто обмениваетесь позитивной энергией, и ты просто, ну, я каждый вечер прихожу домой после работы, и мне хочется просто там друзьям рассказать, то, что вот такой прикол произошел, там с коллегами было одно. Еще было очень классно, когда мы с друзьями работали вместе, вот в моем прошлом месте работы, и постоянно это была какая-то, ну, огромная семья, и мы это все между собой еще обговаривали, и то есть ты получаешь такой положительный заряд, это неважно финансовая поддержка, можно работать где угодно, а тут ты получаешь какой-то невероятный заряд эмоций, и благодаря этому я, наверное, там еще остаюсь, и останусь надолго. Ну, звучит очень-очень позитивно, и так прям слышится любовь к своему делу, ну, то, что я сейчас вот вижу, даже эмоции у вас обеих, когда вы об этом рассказываете, вряд ли, если бы, ну, за столько лет, ну, как, не потеряли бы вот этот огонек в сердце, желание работать, но вряд ли вы бы вот так вот сейчас сидели, да, если бы было бы иначе. Вот, поэтому я очень благодарна, что вы сегодня так делитесь, и я думаю, что ваши работодатели тоже очень рады, что такие позитивные у него работники работают, они, которые сидят и говорят, вот, все плохо, уже устало, а хоть и гости, наоборот, больше хорошего, чем, да, ну, окей, бывают эти ситуации, когда гость там пришел действительно в плохом настроении, от этого никуда не денешься, это тот процент, который будет всегда, и с ним ничего не сделаешь, ну, вот только учиться, еще больше не пропускать это через себя, да, и находить выход из ситуации. Я предлагаю тоже нашим радиослушателям присоединиться к беседе, мы сейчас познакомились с нашими экспертами, Карина и Оксана, девушки-официантки, которые работают в этой сфере уже достаточно давно, напоминаю, телефон для связи в прямой эфир, 6721-2939, 6721-3939, у нас уже звонок, можем надеть наушники. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, один раз мы были, я не помню в каком ресторане, я просто запомнила официантку, там не очень вкусная еда была, но там была такая официантка, что мы когда уходили, руки подневольно тянули, чтобы дать ей череви, несмотря на то, что мы не очень вкусно поели. А потом еще, что я хочу сказать, все-таки внешний вид, вот было когда-то у нас кафе «Флора» в Риге, там были в основном чаще всего корпулентные официантки, это мягко сказано, короткие юбки, вырезы, слышите, но это был кошмар. Я один раз туда зашла, больше я туда не ходила. Спасибо. Спасибо вам за мнение, супер, спасибо. Ну вот так вот, особый какой-то концепт, видимо, был, я не расслышала, к сожалению. «Флора». «Флора», «Флора», кажется, да. Даже не помню такого, но это давно было, скорее всего. Да, разрезы, наверное, в компании своего мужчины вообще туда лучше не ходить было. Про чаевые. У нас как раз вот радиослушатель, радиослушательница сказала, что хотелось оставить даже потому, что девушкам понравилось, а оно не понравилось, еда. Как вы относитесь к чаевым? Всегда ли вы это делите на то, что да, это и заслуга кухни и меня, или вы чувствуете, что всё-таки это больше на вас ответственность? Обижает ли вас то, что оставляют мало или не оставляют вообще? И вот ваше впечатление на этот такой вопрос, хотя, наверное, не очень принято это обычно обсуждать, да, денежный, но у нас вот тема такая сегодня. Так как я бармен, я редко являюсь связанной с кухней, да, но у меня, например, есть такое правило негласное. Обычно есть за барной стойкой неприлично, да, но если человек, допустим, много кушает, ну, много пьёт, ну, допустим, мы понимаем, что это там два-три парня, они сидят, им хорошо, и как бы чтобы они на ногах ушли, я договорилась к кухне, что как бы с официантами, что за баром кушать какие-то закуски можно. Да, ну, это точно так и есть, да, да. Да, и вот в моём случае Чивы – это благодарность за атмосферу, которую я им подарила, да, если у меня была возможность, я на протяжении всего вечера с ними разговаривала, как-то развлекала, обращала на них внимание, вот, иногда бывает даже, когда за парой бывает, что тебе какая-то там пара, компания, там, понравилась, а ты спередично с ним подходишь, что-то пошутишь, убежишь дальше работать. Ну, опять вернёшься, подбежишь там, пошутишь, что-то перемолоть, и опять убежишь. Если люди это ценят, они оставляют Чивы, и ты понимаешь, что ты делаешь всё правильно, да, или заботишься о людях, потому что, в принципе, мы ждём Чивы, когда мы о вас очень сильно заботимся, когда мы хотим, чтобы вы получили больше, чем просто напиток, и больше, чем просто еда, когда вы получаете полный сервис с душой, с любовью, с желанием сделать ваш вечер хорошим, чтобы вам было комфортно, чтобы вы ушли с улыбкой и сказали, блин, вот, да, у нас был хороший вечер, и пошли проводить его ещё, может быть, куда-то, да, но наше обслуживание осталось с вами до конца вечера, и наше настроение, и наш сервис тоже с вами. И вот эти Чивы, это не просто, что вам принесли, там, не знаю, коктейль, или принесли просто еду, это ваша, скажем так, метка о том, что мы справились, вам понравилось, вам было хорошо, мы такие, отлично, значит, мы всё делаем правильно. Ну, для вас, вот, вы бармен, да, для вас это мотивация? Да, это, на самом деле, большая мотивация, когда, допустим, стоит большая компания, если контактный бар, да, большая компания, они заказывают, ты с ними шутишь, ты с ними общаешься, ты выкладываешься максимально, что ты им рассказываешь, может быть, про Ригу, да, я достаточно много интересных вещей знаю про наш город, я постараюсь всегда рассказать людям, куда им стоит сходить, на что стоит обратить внимание, какие-то исторические аспекты, и всё в этом духе. И когда ты, вроде бы, целую экскурсию сделал, да, людям, и в ответ ты получаешь ровным счётом вообще ничего, это обидно, но с другой стороны, блин, если ты понимаешь, что они, допустим, платят только карточкой, и ты такой, ладно, фиг с ним, ну, типа, ну, если нет у них наличных, да, ну, вот, это зависит тоже. Да, про это мы обязательно тоже поговорим, потому что век бесконтактных этих карточек, которые приложил, ушёл с собой, даже нет смысла ничего брать. Но, в принципе, чьи вы, они вдохновляют, они вдохновляют работать лучше, дальше, качественнее, и знать больше. Послушаем ещё мнение, у нас звонок есть. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, как-то странно слышать весь этот разговор, такое впечатление, что бармен не получает зарплаты, а работает исключительно на чаевых, да. То есть, а если человек не даёт вам чаевых, вы что, себя по-другому ведёте? То есть, вы ему не рассказываете, вы стоите с каменным лицом и всё, что ли? Нет, как человек может прогнозировать, он сегодня с карточкой пришёл, или с наличными? Я имею в виду вообще про чаевые. Причём здесь карточка или наличная. Вы знаете, в советское время была такая пословица, чаевые унижают человека. А вот. А сейчас такое впечатление, что если человек не даст вам чаевых, то вы просто будете смотреть куда-то в одну точку и вообще никак не общаться с ним. Или что, я не понимаю. Вы упустили фразу мою, когда я сказала, что, ну ладно, если у них есть карты, ну как бы, что это иностранцы, например, или уделие сейчас наличных денег, то меня это не сильно вам нужно. Но главное, просто чаевые. это способ оставления просто чаевых, про это сказала Карина. Да, о том, что чаевые просто нас вдохновляют, это не говорит о том, что для нас это просто максимальный или основной способ заработка, когда у нас есть оплата. Если вам не нравится обслуживание, вы имеете полное право не оставлять чаевые. Даже если оно вам нравится, и вы не можете оставить чаевые или не хотите их оставить по каким-то своим причинам, это только ваше право. Никто вас за это судить не будет. Но если мне после моего, не знаю, трехчасового перформанса перед гостями оставляют чаевые, это прикольно, мне это нравится, это приятно, потому что эти чаевые потом остаются не мне в карман, они делятся между поварами, и в основном сейчас это командная работа, да, вы вкусно покушали, вам сделали вкусный коктейль, вам девочка-официантка улыбнулась, мы все постарались, сделали, отдали вам душу, и чаевые, как бы, считают, что это плата за душу. Благодарность. Да, плата за душу, благодарность. Скажите, пожалуйста, извините, что я вас перебиваю, а просто благодарность вас уже не устраивает. Почему не устраивает? Уже меня не слышите. Если человек просто вам потом скажет, спасибо большое, вы так замечательно сегодня работали, но при этом не оставит вам... И будет приятно, очень приятно, это будет больше всего приятно, если мы увидим вас еще через неделю, вы опять придете, тогда мы будем точно знать, что мы вам понравились, и вы пришли, но просто вы такой человек, который не оставляете чаевые, это тоже ваше право. Мы живем в 21 веке, где каждый человек имеет право оставлять или не оставлять чаевые, иметь какую-то свою принципальную позицию. Вы как-то странно об этом начали говорить, что вот вы там 3 часа перед кем-то проявляете инициативу, и таким образом вы как бы... Вам обидно, если вам не оставляют чаевых после этого? Мне обидно, когда люди не оставляют чаевые, если это большая компания, потому что большая компания это большой-большой труд. Ну хорошо, но они большой счет оставили, большая компания, вы же получаете, может быть, процент с этого счета, нет? Нет. Этого вам недостаточно? Мы не получаем процент с больших счетов. Это зависит от заведения. Ну то есть, ну хорошо, обычно как бы там еще платят за счет счета, потому что большой счет люди оставили, ваша компания уже заработала с этого денег. У вас немножко ошибочное мнение, да, я не хочу, чтобы у нас это переходило в какой-то конфликт сейчас, да, я обязательно прокомментирую. Нет, я не говорю конфликт, я просто... Я сейчас прокомментирую. Я просто выражаю свою точку зрения. Да-да-да, я понимаю, просто я вижу, что у нас уже представительницы профессии немножко закипают, потому что, ну, не удается донести грамотно, да, о чем идет речь. Смотрите, я как-то в Фейсбуке увидела такой пост, где я мужчина писал, а почему, вот когда я иду к доктору, я не оставляю ему чаевых, а плачу только за визит. Вот я вам могу объяснить, почему, как человек, который в этой сфере работает давно. у официанта или у бармена есть трудовой договор, где прописаны четко обязанности, что нужно обслужить, то есть принести с кухни блюда, принести воду, сделать там стакан пива налить и так далее. Но там не прописано, как этот человек будет делать. То есть зарплату он получает за самые базовые действия. Принес, унес, принес заказ, то есть принял заказ и все. Понимаете? А то, как этот человек будет делать, это ни один работодатель не может прописать в договоре. Поэтому чаевые он получает именно вот как раз от того, о чем говорила Карина, за перформанс, за то, что он дает душу, что он максимально открыто и трепетно относится к вам. Помогает вам подобрать блюда, помогает вам с коктейлем определиться. Потому что есть те официанты, которые, или бармены, которые этого не делают вообще. И тогда мы не оставляем чаевые, пусть они живут на свою зарплату. Но есть ребята, которые делают немного больше или даже много больше, чем прописано в договоре. И вот за это оставляют чаевые. Надеюсь, что как-то могу. Мне кажется, что вот то, что вы описали, что в первую очередь вас должен мотивировать работодатель так себя делать, а не клиент. Ну это ваше право, да, так думаю. Спасибо вам в любом случае за мнение. До свидания. До свидания. Такие тоже мнения есть. Все мы имеем право на мнение. Просто меня действительно всегда обижают. Почему один официант, который действительно пашет так, что ну просто там уже 7 потов сошло, и у него не кончается вот этот вот драйв внутри, чтобы порадовать, угодить, выучить все меню, просто всю рецептуру, описать, насколько там текстура какая этого блюда, подобрать тут же сразу напиток. Да, но многие этого просто не делают. Они живут на этот оклад, и все, иначе как бы и все равно. Нам нужно сейчас сделать небольшую рекламную паузу, активная беседа. Вернемся после рекламы «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Открытая кухня». Всех с Новым годом, с прошедшими праздниками. Сегодня в студии мы обсуждаем такую тему, которая вызывает разные эмоции, в том числе вот до эфира у нас была настоящая дискуссия с радиослушателем. Обсуждаем чаевые. Сегодня в нашей студии Карина Худалей, бармен, и Оксана Заяц, официант. Девушки в этой профессии давно, сегодня делятся секретами, делятся мнением того, что они чувствуют, находясь по ту сторону парикад. Я хочу продолжить этот диалог и сказать про несколько моментов, которые, например, меня один будет тот, который я не люблю, один, который, наоборот, всегда поддерживаю. Летом я была с подругой в одном из заведений в старом городе. Мы были вдвоем, то есть это не была какая-то компания. Нас, не могу сказать, что много как-то очень активно обслуживали. Ну, как всегда, принесли бокал, принесли какие-то закуски. В конце вечера я открыла счет, и хотела оставить чаевые. Подруга говорит, Лер, нет, не надо, там уже включены они. Я привыкла, что когда все-таки вы вдвоем, эти чаевые, они самостоятельно никогда не присуждаются, потому что здесь нет какого-то интенсивного обслуживания, когда нужно 10 блюд отдать одновременно, не перепутать заказ и так далее. То есть мы сидели и за эти там 3 часа, наверное, к нам подошел человек, ну, раза 3 максимум, да. Я тогда сделала пост в Фейсбуке, там набралось порядка, не знаю, 100, 200, 300, уже не помню, комментариев, и все очень ругались на эту тему, что вот вы такие, насидели там на иную сумму, что вы там такая жадная, не хотели оставить. Наоборот, я всегда рада оставлять чаевые. Делаю это с большим удовольствием, потому что я как раз-таки ценю труд и знаю, что можно обслуживать абсолютно по-разному. Но в тот вечер меня просто удивило вот это самостоятельное присуждение. Да, возможно, в меню была какая-то строчка, что вот у нас так всегда. Но мне кажется, что гость вправе действительно выбирать. И Карина до того, как мы ушли на рекламу, об этом сказала, что это ваш выбор оставлять или не оставлять. Вот такая ситуация. И вторая, которую я всегда за, это всегда присуждение 10% чаевых, когда обслуживается компания, потому что в таких случаях чаще всего привлекается, ну если там говорим про стол, 8 человек и больше, привлекаются еще дополнительные официанты, это дополнительная нагрузка, то, что вы должны действительно все это одновременно принести, ничего не перепутать, быть всегда на подхвате, потому что компания постоянно что-то надо, либо воды, либо вина, либо кофе, либо еще что-то. Вот тут как бы я абсолютно согласна. Это требует более сильных усилий. все сказала. Да, ну в общем усилия это требует, и тут вопросов нет. Как вы считаете, вот и по первому, и по второму случаю? Оксана. Ну, я считаю, что вот насчет 10% то, что всегда. Да, про компанию вы имеете в виду? Нет, вот именно если просто два человека пришли, если вот стандартно, 10%, но это тоже, это, конечно, имеет место быть, но я считаю, не в нашей стране, потому что, ну вот все-таки в других странах, во-первых, и доход другой, и люди, ну у них другая культура, они могут себе это позволить. У нас, вот по поводу обслуживания, всегда, ну не всегда, допустим, я приду в ресторан, допустим, там будет 10% обслуживания, ко мне вообще, ну вот к мне реально принесли еду, принесли напиток, за что мне сейчас, ну 10% отдавать кому? Как бы я бы дала, может чуть меньше, я бы дала что-то, потому что, ну я сама как бы официантка, меня всегда вот это коробит, если я ничего не могу оставить, но как бы 10% куда за что непонятно, ну иногда бывают такие случаи, когда непонятно просто, а когда большие компании, это реально такое чувство, как будто у вас приватное мероприятие, да, конечно, люди вокруг еще есть, и вам не надо еще про них забывать, но еще вот допустим, у каждого там 10 людей, у некоторых какие-то аллергии, у кого-то что, и то есть вам нужно запомнить у каждого, что в блюде будет, что не будет, что добавить, в каком порядке, какие напитки, что, со всеми нужно поболтать, со всеми нужно найти общий язык, и ты реально вот правильно сказала, Карина, ты устраиваешь перформанс, ты их ведущий на этот вечер, да, ты просто реально даешь им настроение, и вот почему вот эти 10% потом, ну, имеют место быть, потому что ты весь вечер задавал их настроение, ты дарил им улыбку, ты заставлял их улыбаться, и вы все вместе хорошо проводили время, и то есть они выйдут, получается, вот из ресторана с улыбкой, а я потом, допустим, открою коробочку и вижу, что там будут мои 10% и я также улыбнусь, и то есть у нас произойдет обмен эмоциями положительными, и как бы это очень как бы хорош, ну, может это неправильно, что все в материальные вещи упирается, но сейчас такое время, когда, ну, реально это имеет место быть, это... Все монетизируется, даже эмоции. Да. Ну, просто я считаю, что здесь вот, ну, опять же, к тому, что сказал наш радиослушатель, что вас, оклад ваш не мотивирует, ваша подчасовая ставка, ну, безусловно, мотивирует, просто все официанты очень разные, да, и почему тот, который не старается, должен получать одинаковую зарплату с тем, который старается, то есть понятно, что работодатель, он всегда там будет замечать ваши начинания, ваши стремления, и будет предлагать потом более высокую, например, позицию или ставку повышать, но в целом вы же работаете не только на работодателя, да, и без контакта с людьми, вы работаете с людьми, и, соответственно, я не вижу в этом ничего плохого, что вы получаете и от того, что руководство вам платит, и от того, с кем вы непосредственно проводите каждый свой день по 12 часов на ногах. Это абсолютно адекватно. У нас тут телефон разрывается, давайте послушаем еще. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил. Очень приятно. У меня такой вопрос. Я регулярно оставляю чаевые, если я в кафе или в баре или в ресторане, но существует определенная проблема действительно оставить чаевые, если у тебя только карточки. Да. Это проблема на каком-то финансовом уровне в плане государства, или это просто достаточно сложно самому, ну, самой какой-то организации так организовать, чтобы, если я говорю, что счет предположен на 15 евро, я хочу заплатить 17. Можно ли это как-то сделать? Или это, ну, как-то очень сложно, и официант просто не может это сделать по своей какой-то, ну, какой-то вот проблеме? Может быть, вы можете объяснить таким образом? То, что знаю я, спасибо вам большое, очень интересный вопрос. То, что знаю я, это, что не все рестораны хотят это делать, потому что те чаевые, которые оставляются на карте, они облагаются налогом очень большим, да, поэтому легче оставлять наличными, да, что потом мне нужно разбираться, сколько там отдавать государству и так далее. То есть, вот, на самом деле все упирается в это. Хотя сейчас действительно эра вот этих бесконтактных карточек, и почти у всех никогда сейчас нет никакой налички, вот, но вот те, кто не практикуют, те просто не хотят еще больше с налогами сидеть и высчитывать. Ну, понятно. Спасибо большое вам. Пожалуйста, вы на себя лежат. Добрый вечер. У нас второй звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушай вас. Меня зовут Юрий. Ну, я, наверное, свое умение бы хотел сказать. Вот, на самом деле, не то, чтобы я очень часто хожу по кафе и ресторанам, но считаю, что, значит, этот официант, это, ну, как минимум 50% успеха. Если официант приветливый, вежливый, ну, скажем так, грамотный и полностью разбирается в своей работе, то даже, знаете, как бывает в жизни, вышел из ресторана и говорит, ну, так, ну, кухня так себе, но официант молодец, вытащил, все вытащил, да. И тогда, конечно, приятно. Всегда оставляю чаевые, не согласен с мужчиной, который звонил вот перед рекламой. Считаю, что это личное, конечно, дело каждого, но я думаю, что нужно. Вот смотрите, ведь таксисты тоже сейчас не требуют чаевые, но вы можете и не оставлять их, да, но я, например, всегда оставляю. Ничего плохого нету, и, с другой стороны, считаю, ну, вот, скажем так, вот я по своему, по своей работе, вот, скажем, продаем товары в интернете. Люди тоже часто звонят, говорят, а вот если два куплю, две вещи, дадите скидку, да. Ну, как бы нормально, но можно сказать, ну, извините, не дам. Вот, а можно, видите, скидку дать, и человек тогда двери еще, может, купит. Вот, ну, а с официантами и с барменами, ну, я думаю, что бывает даже так, если, наоборот, другая сторона, кугл медали, кухня хорошая, а официант, ну, плохо подготовленный, и это тоже уже так совсем удручает. Вот такое мы мнение. Да, спасибо, очень интересно, благодарю за мнение. Да, у нас сегодня телефон просто разрывается, давайте мы сейчас еще пообщаемся между собой, потом еще примем, да, какие-то звонки, то не так у нас времени много. Карин, ваше мнение по поводу ситуации 10%, которые всегда присуждаются, и 10% с компаниями, вот как вы считаете? Мне не нравится тема, когда 10% принудительная, да, потому что это нечестно по отношению к гостю, посетителю, может, он просто кофе заскочил выпить, подождать 5 минут, у него там встреча, да, там в другом каком-то месте, ему просто нужно побыть где-то, да, там, чтобы не гулять, еще что-то, ну, по разным причинам бывает, да, а у него с него уже 10% это какая-то глупость, он уже точно не придет никогда в это место еще раз, он зашел просто выпить кофе, и с него там взяли больше, чем должно было быть, да. Что касаемо компаний, да, 10% отсчета официанту, коллективу, да, команде, я считаю, что это необходимость по причине того, что это очень тяжелый труд, это необычная смена, когда ты просто вышел на смену, да, отработала там 8 часов 5, это интенсивный труд, как будто ты пошел в спортзал, и ты выжимаешься, и причем ты выжимаешься не для себя, а для кого-то, и это дополнительный труд, за который нужно дополнительно оплачивать, потому что любой труд, он должен быть уважаем. Оценен, да. А это очень тяжелый труд компании, особенно если там, например, один официант на всю компанию. Такое часто бывает, потому что, ну, как правило, если мы берем средний ресторан, 70 посадочных мест, то, ну, максимум вечером там будет 3-4 человека, да, не говорим о 5-6, то есть официант, как правило, берет не менее 4 столов, да, в смене, ну, если так мы плюс-минус считаем, вот. Ну, и я думаю, что наши радиослушатели тоже должны понимать, что чаще всего в ресторанах встречается коллективный чай, да, то есть что это значит. Нет такого, что вот то, что вы оставили эти 5 евро конкретному официанту, он сразу себе и в карман положил. В конце вечера ребята делятся и с барменом, и с другими официантами, и с кухней, да, на кухню, как правило, уходит 20-30 процентов, ну, у кого как, да. Также уходит какая-то копеечка посудомоющица, потому что она участвует и точно так же трудится, а это еще более тяжелый труд. Представьте себе 12 часов простоять, промыть посуду, ну, это с ума сойти можно. А не вторая, это еще. Конечно, и жарко, и все время руки мокрые, и тяжести, но это все вместе, поэтому это очень хорошая благодарность для всей команды. Понятно, что у них есть зарплата, но это дополнительная мотивация стараться и работать на общий результат. Вот что самое главное, даже внутри команды это классно, потому что бывает такое, что, ну, ребята просто там, да, какая разница, да, а так у них есть вот мотивация всем вместе постараться, да, и помочь своему коллегу, своей коллеге по цеху, например. Вот, ну, индивидуальные чаевые, насколько я знаю, встречаются чаще в ресторанах более высокого класса, ну, просто это так принято традиционно, что там конкретные гости на конкретного официанта, ну, то есть мы говорим прям вот такой high-high level, да, ну, по крайней мере, вот я так встречала, что там индивидуальные чаевые. Да, потому что в последнее время последние тенденции это общие, общие чаевые, это командная работа, и все скидывают, это называется всем, скидываем в один котел, и потом в конце смены это все делится на всех. Как бы, там, может, процентуально, в зависимости от заведения, как мы договорились, изначально, ну, в работе, да, как это пошло, но чаевые получают, мы всегда все стараются чаевые отдать всем, и потом еще, если человек ушел раньше со смены, то ему на следующий день это передают, или там ждет через два дня могут лежать эти чаевые, и он забирает их через два дня, как бы, потому что мы уважаем друг друга и уважаем труд, который мы делаем друг для друга и вместе. Да, я тоже очень хорошо помню случай, когда в Москве работала в кулинарной студии, у нас там тематические мероприятия были, и под Новый год, ну, тоже был декабрь, был корпоратив у, ну, скажем так, работников Госдумы. Естественно, это все было суперинкогнито, и все наши студии на этаже, они были стеклянные, вот, то есть можно было из торгового центра видеть, что происходит в конкретном месте, какой праздник там, да. Здесь мы полностью заставили ширмами это стекло, ну, по просьбе, опять же, гостей, ну, вот такая у них политика, да, что нельзя особо светиться, что они тут вот на широкую ногу празднуют. И за то, что мы, нас, естественно, там, те менеджеры, которые подбивали команду под этих гостей, мы были те люди, которые, ну, никогда ничего не рассказывали о том, что там было, потому что, ну, это наша задача была создать комфортные условия. Плюс мы четко действовали инструкциям, которые нам сам заказчик давал, что не надо нам там лезть вот с этими, а вам все понравилось. Ну, просто сразу это сказал, он говорит, я вам сегодня плачу за скорость, за то, что вы здесь, а не где-то там курите, стоите за рестораном, что все быстро, четко и то, как я хочу. В конце вечера он каждому из ребят, работающих в зале, оставил по 50 евро, шеф-повару 100. Ну, то есть это тоже хорошая благодарность, потому что мы отработали на максимум и сделали все, что хотел наш гость. Да, и это нормально, опять же, благодарить за такие экстра. Такое тоже бывает. Вот, про это не стоит забывать. Как вы думаете про ситуацию с чаевыми, когда вообще вот не оставляет человек, это чаще связано с тем, что он вот как наш радиослушатель или то, что нет с собой чего-то. Вы это можете вообще прочувствовать вот в момент обслуживания? Часто иногда бывает так, что человек уходит от тебя как от друга, да, и у него это просто вылетает из головы, и ты такой думаешь, да ладно, боже, ну это просто ерунда, ну как бы это не имеет значения. Бывает, что у человека карточка, и он даже не предполагал, что у него так все будет замечательно, ему придется оставлять чаевые или захочется оставить чаевые, да. И банкоматы рядом нет. И банкоматы рядом нет. Ну как бы я лично не обижаюсь на это, да, ну либо там бывают ситуации, когда я кому-то не понравилась, и человеку абсолютно не понравилось, как я себя веду, или там мои шутки, или еще что-то в этом роде. Ну не попала я, да, к этому человеку. Ему это не нравится, он мне сказал, что вот там сделал мне какие-то замечания, я себе их отложила, может быть, чуть-чуть обиделась, потом это все проанализировала, но в принципе на человека за то, что не оставила чаевые, я не обижаюсь уже очень давно. У меня иммунитет на обиды. Оксана, вы как-то уже ранжируете, видите? На самом деле, мне кажется, у многих официантов есть такое, что вы заранее, ну как бы можете предугадать, будет чай от этого столика или нет. И вот то, что говорил один из радиослушателей, меняется от этого мнение ваше или нет, и там вы как будто перестаете подходить к столу, нет. Ну вот я, допустим, вижу столик, либо они у нас уже были, либо я, ну просто предчувствую, что как бы чая не будет. Ну просто вот какое-то интуитивное чувство. Но это не значит, что я сразу забью на него и буду проходить мимо, когда они будут меня подзывать или там просто вот принесу, отнесу и все, больше ничего не скажу. Нет, как бы я все понимаю, как бы это не обижает. Но просто вот еще один такой момент есть. Я очень люблю, но это всегда так неловко, когда гости, особенно из разных стран, спрашивают, сколько вам оставить на чай, чтобы не обидеть. И это вот такой всегда вопрос, как бы, вроде как бы, ну ты можешь ответить спокойно, но как бы сложно говорить человеку, сколько он тебе должен дать. Давай сто. Давай сто, я буду не против. Нет, конечно, но просто всегда приятно, что человек, он тоже задумывается о вас. Он не просто как бы вот получает, он хочет вам дать что-то взамен. И он реально, ну часто встречаются люди, которые реально не хотят обидеть, и они спрашивают, ну сколько. И ты, ну я всегда обычно аккуратно отвечаю, что типа как бы 10% вы никогда не обидите. Это, наверное, люди более старшего, да, поколения спрашивают чаще или нет? Это чаще иностранцы спрашивают. Не то, что, ну вот молодые тоже с старшими, что они просто не знают, как у нас принято. И, ну, ты просто им так говоришь. Иногда бывает местные тоже спрашивают. И ты говоришь, ну местным я чаще всего отвечаю, что типа, ну как вы оценили вот наше с вами знакомство, скажем так. Так и я не обижусь в любом случае, потому что если мне люди понравились просто, мне в принципе хватает того, что, ну мы реально с ними нашли какой-то контакт. И если у них нет, допустим, сейчас возможности оставить, очень часто бывало такое, что люди говорили, мы вернемся и вам оставим, ну, только уже вот за два раза. Да, или в следующий раз. Да, мы вернемся обязательно и вам оставим. Просто сейчас вот, ну такой момент у нас там то карты, что-то просто нету наличных или что-то еще. Вот, и как бы это никогда не обижают. Есть вот, кстати, обратная сторона медали, если можно так назвать, вот что тоже часто я достаточно встречаю и что я не люблю именно со стороны официантов, да, ребят. Например, я там посидела на 45 евро, да, оставила 50, человек ушел, значит, с этой купюры и по идее должен был мне, ну, вернуть эту сдачу 5 евро. Может быть, я была бы и готова их оставить сама или даже добавить еще 2 евро к этим, но он больше не вернулся, то есть он ушел с этими 50 и решил, что как бы я уже априори ему их оставила. Мне кажется, что все-таки, во-первых, обслуживание, оно не кончается, когда гость дал тебе деньги, оно кончается тогда, когда гость вышел уже за пределы ресторана, ты с ним попрощался, вы его хорошо рассчитали, и тогда уже ты вернулся и посмотрел, что там в счетнице в коробочке лежит, ну, условно. Вы с такими встречались, я имею в виду не сами, что себе пересуждали, а что ходили куда-то и вот так вот оставлял сам себе человек, не спрашивая вас. Ну, было пару раз, когда просто он вот испарялся, и я реально, он как будто специально не попадался в зоне моей видимости, но я тогда, ну, допустим, я реально там дала, и у меня 10 евро еще чай, а счет не такой большой, ну, там, допустим, 30 евро. Ну, я думаю, как бы, и мне, конечно, не жалко оставить, но это как бы уже превышает что-то. Я обычно, как женщина, шла и спрашивала, извините, а можно, пожалуйста, чай? И чаще всего на меня смотрели, ну, это было два раза максимум в моей жизни, и чаще всего на меня официант смотрит с такими глазами, да, конечно, как будто он только собирался, хотя я его уже минут 30 не видела, в принципе. И он делает такое, ой, извините, да, что-то забыл, вот сразу начинаются эти отмазки. У нас еще звонок, послушаем мнение. Добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер, Константин. Здравствуйте, очень приятно. Поговорю сразу, что я почти всегда оставляю на чай, но моя идеология такая, что чаевые – это не благодарность за исполнение обязанностей, а это подчеркивание симпатии, комфорта и очень четкого выполнения обязанностей, потому что за обязанности принести то, зачем человек пришел, действительно официант получает зарплату. А именно чаевые – это когда сделано все безукоризненно, а не вообще сделано. Я могу сказать, что, опять же, оговорюсь, что я почти всегда оставляю за 15 последних лет, при том, что, ну, раз в два в месяц я точно посещаю такие рестораны чуть выше уровня, захотелось оставить на чай, ну, раз пять, не больше, за безукоризненность, симпатию и комфорт, потому что я оставляю почти всегда. То есть, по-настоящему люди заработали чаевые, ну, может быть, ну, 10 раз от силы. То есть, уровень обслуживания, как вот ваша гостья говорит, что должно принести, клиент должен остаться, доволен и так далее, очень редко, когда это заботят официанты. То есть, формальное отношение, улыбка сквозь зубы, я понимаю, что это тяжело на ногах. Мы в армии служили, у нас была тоже система, официант продает на 160 человек за час, мы должны были втроем накормить фактически 170 человек, поставить и убрать. Я это прекрасно понимаю, масштаб работы, но тем не менее, если мы говорим именно о чайных, то это безукоризненное исполнение и симпатия, а не дать, как ты пришел, покушал, тебе принесли, ты должен наставить. Я парикмахер оставляю, я таксистам оставляю. То есть, это уровень личного воспитания. Ну, чтобы захотелось оставить, ну, довольно редко. Очень хорошо сформулирована мысль, спасибо вам большое. Да, очень приятно, что люди у нас есть, которые действительно ценят. Спасибо вам огромное. Ну, вот видите, все-таки большинство сегодня звонков людей, которые оставляют, которые ценят. Как вы думаете, что точно всегда будет отталкивать в обслуживании, что человек вот сразу поймет, нет, сегодня я не оставлю. Если мы не берем в расчет качество, там, алкоголя, не знаю, еды, подачи, а вот именно в вас. Вот что всегда отталкивает? Безразличие. Вот только хотела сказать безразличие, потому что ты это сразу видишь, это глаза абсолютно тусклые, человек подходит, бросает тебе меню, уходит, через пять минут возвращается, смотрит на тебя, давай быстрее, у меня там еще столы. Он быстро это все записывает, приносит себе блюда, все. Потом ты сидишь с горой грязной посуды, ну, и ему вообще все равно, как ты проводишь. Он просто выполняет свою работу, грубо говоря, и плевать он хотел на то, как ты проведешь свой вечер. Ну, это не всегда так, часто бывает так, что официант просто не успевает делать свой объем работы, потому что у него коллега не вышел. Не забывай об этих вариантах тоже. Нет, я говорю именно про, когда я вижу, что все хорошо, как бы оцениваю ситуацию. Понятное дело, когда человек один на весь ресторан, и у нас был один раз, мы с родителями пошли в одно место, и там мальчик молодой бегал просто, там было так много людей, он был один, и мой папа начал, ну, он человек старой закалки, начал, ну, что он там так носится, не то нам принес, начал на него как-то, ну, не ему в лицо это говорить, а просто начал, как бы, мне говорить, вот что он так, так. Я начала папе объяснять, говорит, что, ну, понимаешь, он не солдат, не железный, он просто человек, который выполняет свою работу, и сейчас он выполняет сверх того, что от него вообще требуется. И вот здесь как раз вопрос к руководству. Зачем вы ставите одного парня на такое количество столов, если он, ну, не может физически с этим справиться? У меня была похожая ситуация, правда, это было в Киеве, но не суть. В итоге там тоже замыленный мальчик, который носится, у меня там встреча с моей тетей, да, у нас там вообще мы там давно не виделись, общаемся, в общем, у нас было испорчено вообще весь вечер практически. Я, в общем, не выдержала, вызвала менеджера, и мальчику я ставила чаевые, кстати, потому что он вообще просто носился, как будто у него там пропеллер, да, и просто энергия у него прет, он весь замыленный, он носится, я, кстати, ничего не перепутал. Поэтому пацану мы ставили очень хорошие чаевые, а вот менеджеру я вынесла очень-очень-очень сильно мозг, за что мы, кстати, получили свои там что-то 70-80% скидку на весь счет сразу. Ничего себе. Ну, я очень хорошо постаралась. Боюсь представить, что там было. У нас, кстати, здесь вот ватсап написал наш радиослушатель Антон, хотел узнать, где ты читал, что когда оплачиваешь счет и положил деньги, при этом сказав спасибо, официант понимает это, что сдачу нести не надо, а если ничего не говорить, то надо обязательно принести. Это так? Есть такой момент, но все равно всегда лучше принести обратно. Я тоже считаю, что можно сказать спасибо вообще, ну, типа спасибо за все. Конечно, ты это уже на уровне инстинкта, ну, спустя какое-то время ты понимаешь, когда человек говорит спасибо, именно в том плане, что оставь как бы себе, но всегда лучше вернуться, потому что вдруг ты что-то не так понял, вдруг человек как-то, его это обидит, что-то, ну, мало ли что, лучше, меня всегда учили, что даже если тебе сказали, вот, все, лучше всегда принести, может, они просто чек заберут, просто принеси, тебе от этого сложнее не станет, человек это точно не обидит. Если ты принесешь, и он уже тогда скажет, не надо, тогда ты можешь спокойной душой уходить. Да, вот тут я тоже абсолютно согласна с Оксаной. У нас, к сожалению, уже выходит время, да, эфир вообще максимально сегодня динамичный, интересный, спасибо вам большое за ответы, за честные такие высказывания. У нас сегодня в студии была Оксана Заяц, официант, и Карина Худалей, бармен. Спасибо вам большое, радиослушатели, за участие. Мы обязательно будем поднимать подобные холиварные темы и дальше. Встретимся в следующий понедельник. Сегодня нам помогал Родион Золотарев, наш звукорежиссер, и я, Валерия Иванова, «Открытая кухня». До встречи. Спасибо.